В итоге я попрошу вас сейчас вручить заслуженные и достойные награды. Награждается обладатель приза зрительских симпатий в фотоконкурсе, посвященном 55-летию первого полета человека в космос, Иван Долгов, Е-141. Иван, не уходите, пожалуйста, не уходите, останьтесь для общеисторической фотографии. Третье место. Дмитрий Сидорович, А-541. Побыстрее, побыстрее, побыстрее. Второе место. Анастасия Лаванова, И-141. По центральному проходу. Вот она, гордый, идет под наши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Первое место в фотоконкурсе. Айдар Идрисов, А-851. АПЛОДИСМЕНТЫ Был проведен конкурс, какой вопрос больше всего понравится на борту МКС. Итак, сертификаты задать этот вопрос вручаются Ольге Сажиной. Там был очень интересный вопрос, какой выходной день на МКС. И еще один вопрос, который был выбран, его задает Николай Марковин. Чувствуете ли вы страх перед выходом в открытый космос? Вот такой вопрос. Итак, Николай Марковин. Он скромно подошел. Константин Михайлович, у меня к вам есть еще одна просьба. Дело все в том, что уже на протяжении многих лет выпускники военмеха получают диплом об окончании ПКТУ военмеха имени Дмитрия Федоровича Кустинова в интереснейшем месте Санкт-Петербурга в историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, где находится огромнейшая коллекция конструкторов, выпускников военмеха. Так получилось, что один из выпускников, когда в 2012 году закончил военмех, не смог быть на торжественной церемонии. Ему пришлось получить диплом просто вот так, из рук, здесь, в рабочей обстановке. Я попрошу вашего разрешения исправить эту ситуацию и ему вручить этот диплом официально, публично, здесь, для того, чтобы он мог гордиться том, что он выпускник военмеха. Диплом вручается Дмитрию Викторовичу Троздову. Историческое фото на память. Я думаю, что эта фотография совсем буквально через несколько мгновений уже будет в интернете, во всех сетях. И в инженерных войске лучше всех! Ну что ж, уважаемые гости, я прошу вас пройти, пожалуйста, в зал, для того, чтобы мы продолжим наше празднование дня космонавтики.